Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Данали и моя лошадка, воздушная ласточка, которая была куплена только вчера, поэтому сегодняшнее видео будет как раз о покупке следующей новой лошадки. Да, за один вечер у меня лошадь успела прокачаться до пятого уровня, это при том, что я выполнила все скачки, которые у меня остались, вот, а их было немножечко, наверное, меньше десяти, и благодаря этому у меня уже лошадка пятого уровня. Так, давайте думать, кого же будем покупать следующим? Я думаю, это будет просто их прокачать, потому что как только я буду их покупать, у меня целая карта в скачках, чтобы прокачать каждую новую лошадь до пятого уровня, а может быть даже и выше, посмотрим, как пойдут меня с этим делом. Так, надо съесть лошади, но поставить ее при этом там, напротив ее же, не купленной версии. Так, я даже не знаю, кого купить, так хочется их купить всех разумно, я знаю, что это будет плохая идея. Шоколад, шоколадка такая стоит, гречечка, пропусти меня, пожалуйста, к своим родственникам лепетянам. Так, вот эта гречечка и темненький. Я даже не знаю, кого купить. О, как насчет идеи того, чтобы покупать поочередно, не лепетяны, допустим, все подряд, а лепетян, лузетан, 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 лепетян. Мне кажется, это хорошая идея. Так, 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 ну, я даже не знаю, давайте, я думаю, в какой последовательности их купить, кого же из них я бы хочу больше, они оба такие классные, такие шикарные. Ну, давайте, наверное, куплю вот этого, потому что у меня уже есть один лузетан гнидой, а это будет его немножечко за заверси. Сила 3, Дисциплина 2, Гибкость 2, Скорость и Выносливость по нулям. Ой, названная в честь лузетани. Я не помню, читала ли я все это, когда покупала свой лузетан. Наверное, читала. В общем, 900СК, у меня уже 9670, но поэтому покупаем. А, Белоснежная Богачь. Нет, 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 мы ищем. Мы будем выбирать тебе другое имя. Я даже, если честно, не знаю, какого типажа у него будет имя. Потому что это у меня... Ну, вообще, я смотрела на него, я всегда думала, что это мальчик, поэтому это будет мальчик. Так, шоколадный. Шоколадный, шоколадный. Так, яскреп у меня уже есть. Шарм. Чудило, цунами, шоколадный шарм. Очень даже неплохо, сейчас я посмотрю еще быстренько. И посмотрим. Может быть, так и назову. Шоколадный торнадо, тень, тайна, спинкс. Судьба. Танцор. Шоколадный. Знаете, шоколадный шарм. Вот так вот имена случайно находятся. И они подходят больше всего обычно. Так что, теперь у меня есть... А-а-а, шоколадный шарм. Я аж пищать не могу. Классненько еще один лозитанчик. Поздравляю с новой лошадью. Второе видео подряд. Второй день подряд новые видео. Это странненько так, но при этом все равно ощущение покупки лошади у меня улыбка на лице не сходит. Просто второй день подряд. Это очень классное ощущение. Так, давайте же, чтобы не ждать долго, но хотя, я думаю, сегодня мы телепортимся быстро. Я на это надеюсь. Вот я уже хочу поскорее ему сделать шишечки, оседлать его именно по-воистковому. Это просто будет очень классненько. Так, и у меня будут уже две лошадки из весеннего ивента выисткового. Это классно. Это значит, осталось купить еще троих и снять по этим покупкам видосики. Я так жду. Почему так долго? Всегда так долго возле вакуумки. Я не понимаю, почему, наверное, все-таки надо было нажать на паузу съемку, чтобы встретиться с вами уже, когда все загрузится. Ну, как только я хотела бы нажать на паузу, все всегда загружается. Надо почаще так говорить. Вы даже не представляете, как я радуюсь этой девочке, на которую я купила. Я просто в восторге от нее. Я не думала, что я вообще даже покупать буду. Но сейчас, второй день, я на ней катаюсь, и я просто пищу от счастья. Просто от неимоверного счастья. Так, давайте ради интереса поставим их ряда, двух моих лузитанов. Вот они у меня, два гнидых. Ну да, они существенно отличаются, поэтому не страшно, что я их купила двоих. Все-таки разница между ними есть. И очень даже хорошая. Здравствуй, мёдовый носик. Здравствуй, шоколадный шарм. Какой он классный, как будто шоколадный. Это на самом деле просто как будто шоколадная фигурочка. Ой, я забыла, что у лузитанов такая шикарная грива. Но посмотрим. Мы должны все равно съездить, посмотреть, какие у них причесочки. Чтобы понять, менять ему или нет. Опять у меня бардак. Суки надо все это перетащить куда-нибудь по шкафу, а то я все никак это не сделаю. Так, тебя сюда. Так, отсортировать лошадок. Он какой-то классный. Он реально классненький такой. Он даже, знаете, он горький шоколад света. Не просто шоколадка, а горький шоколад. Так и хочется его куснуть. Значит, этот звук хрустящего шоколада. Или эти шоколадные фигурки, которые продаются в виде Деда Мороза при снегурочек и Новый год. Сразу чувствуется хруст во рту. Я лично люблю такой шоколад. Как вы, я не знаю. Я люблю лузитанов. Они мне, в принципе, нравятся. Но этот меня задел чисто своей мастью. Просто вот масть меня поразила в самое сердце. Я вообще... Как я могла пропустить его мимо своих глаз? То есть... Да, у меня не было возможности лазить и смотреть специально, где какие лошади уже в файлах игры были доступны. Мне просто не было на этом времени, чтобы даже видео снимать. О всяких спойлерах. А тот... А тот красавчик. Такой прям шикарный коняшек. Я не знаю. Я не знаю. У него так гривы развиваются. Я подумала, ставите ему её или нет. Но мне всё-таки лузитана нравятся больше шишечками. Да, мне уже кучу раз говорили. Точнее, даже было так, что когда я купила своего лузитана. Первого. Гнидовый. Я тут же сделала ему шишечки. И я поняла, что вот на них я хочу видеть только шишки. Именно на гнидом. Он у меня как спортивный конь. И ко мне подъехала одна девочка. Тоже на лузитане. Я не помню на каком. По-моему... На чёрном, что ли. Ну, на вороном. Или нет. И она сказала, ты его испортила. И я стою такая... Думала, почему я его испортила? Вообще-то с шишечками ещё даже круче смотрится. Ну, у каждого свои вкусы. Так. Давайте с конца посмотрим. Ну... Нет. Длинная гриба... Сюда не подходит никак. Ну, может быть, вот эта. Но нет. Не хочу. Шишечки. О-о-о-о. Какое он становится крутой с шишечками. И коротенькое. Хотя, знаете, и коротенькое ему тоже идёт. но все-таки а я даже не знаю мне нравится и шишечки и коротенькая что делать что делать помогите я не знаю как вы я не знаю кого выбрать ну это реально сложно я не могу определить для себя что я больше хочу ему это это идет в моих глазах а как сложно то серьезно надо думать шире ему реально идет короткая стрижечка она делает его таким более миленьким таким пуси-пусечкой с другой стороны ему идут шишечки от этого он выглядит очень спортивно подтянута прямо выездков выездков но у меня уже есть один взятан с шишечками реально сложно я не могу определить почему нельзя скупать прически лошадям так же как и персонажу это было бы классно только единственное для каждой лошади скупаются свои прически то есть не купил шишечки и эти шишечки можно надеть на всех а именно вот на вы меня поняли ладно так даже решайся уже у тебя уже время идет так как у меня уже если там с шишечками сделаю макарашечку какой-то же ты классный а надо посмотреть на него поближе у тебя зиму такую пушечку я прям не могу нет вот так вот ему идет я даже фотографию сделаю такой хорошенький какой же он классный я прям не так и кстати я хотел сказать вам дорогие друзья у меня скоро должно будет выйти новое видео касательно того сколько старкоинцев вы потратите на прокачку каждой своей лошади имеется ввиду сколько в сумме ска будет тратить стоить прокачка одной вашей лошади я кстати я вот возьму этого лузитана и буду ездить к тренеру каждый уровень и смотреть сколько будет стоить каждое повышение уровня у него я не буду его покупать я сама всех всегда всех своих лошадок качаю я не покупаю прокачку у тренера и в сумме я потом хочу значит вы показать всю эту информацию видео чтобы вы увидели сколько вообще это будет стоить а пока что поеду качать этого маленького этого шоколадного красавчика шоколадного шармика до хотя бы пятого уровня может быть и больше хватит ли мне вообще на это сегодня сил столько планов грандиозных да кстати мы можем еще встать и посмотреть как он будет смотреться наравне с вороным лузитанчиком они шикарно смотрятся в паре очень шикарный класс еще один коня конечно еще одно пополнение я не могу мне это так прям вообще радует да да как же как же всем известные надо посмотреть пиафа мы забыли про пиафа пиафа как пиафа она у всех одинаково пиафа была популярна когда они только-только добавились потом про них уже стали слегка все забывать в общем ребятушки спасибо что вы мне чтобы были со мной что посмотрели это видео как я очередная покупка лошади третья вот вы третья вторая лошадь из ивента по выездке который скоро уберут так что если вы думаете покупать или нет то конечно же бегите покупайте потому что коняша реально шикарно если вам все таки нравится всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии не забывайте тренировать или ваших лошадок чистить их а также угощать морковкой всем пока удачи вам